Перед вами сейчас человек, который взялся не просто построить хот-род, но и сделать это машиной с законным путем полученными номерами. Я думал, что там какая-нибудь ладовская четверка стоит. Он отправился в ГАИ вот буквально уже получать номера, и тут началось что-то странное. Массавый мир победил, макет оказался сильней. Привет! Ну, как вы, наверное, поняли, это рубрика «Чудо техники». Чудо не близкое от меня, потому что я сейчас в городе Омск. Это от Москвы далече-далече, где 2,5 тысячи или вроде того. Тем не менее, я сюда приехал, чтобы вот на это посмотреть. Понимаете, в чем штука? Если вам кто-то скажет словосочетание «хот-род» из «москвича», вы, наверное, подумаете, а все понятно. Отодрали кузов от старичка какого-то древнего, поставили на раму от УАЗа, привинтили какой-нибудь V8 с разборки, может, японский, может, не знаю какой. И вроде бы этой тропой пытались ходить, и ходили многие, множество проектов на том же Драйве 2, начатые, законченные, разные. Вот это нечто другое. Это кое-что по-настоящему любопытное. Будем рассматривать. Во-первых, это, строго говоря, не «хот-род», а «стрит-род». Разница в том, что это не совсем та стилистика, которая у нас обычно с «хот-родом» ассоциируется. Здесь не «олдскул», знаете, в попытке предельно приблизиться к машинам 30-х годов, когда здесь балка, здесь колеса такие впереди. Это не имитация дрэкстерского снаряда из времен зарождения гонок на соляных озерах, то есть там 50-е какие-то, когда только-только появилась федерация дрэгрейсинга американская, которая на самом деле называется федерацией «хот-родинга», кстати. По-моему, 49-й год, но не буду делать вид, что я такой дико умный, я не помню сходу. Штука красивая и интересная. Почему красивая, рассказывать не буду, сами видите, штук... А, сразу, господа эксперты, вот не надо придираться к покраске сейчас, потому что эта машина, она доведена по части техники и еще будет очень сильно меняться в отношении декоративного оформления, поэтому это, можете считать, заготовка под ее будущий внешний вид, а не сам внешний вид, если хотите. Это москвичевский кузов, переделанный в купе, поставленный на кусочки волговской рамы, причем рама впереди, рама сзади, в середине несущий кузов, который стоит, ну, на части лонжеронов, то есть как бы это нечто среднее между рамной конструкцией и нерамной. Дальше двигатель. Двигатель от Шишиги, от ГАЗ-66, то есть здесь В8 у нас, причем, сейчас я попробую героически открыть капот, чтобы показать, вот что лично мне тут по сердцу в отношении мотора. Я честно скажу, когда я увидел фотку этой машины в интернете, я думал, что здесь создатель, ну, знаете, отошел от фэн-шоя настоящего, потому что нельзя сюда запихнуть В8. Я думал, что там какая-нибудь ладовская четверка стоит, на самом деле, вот честно. А потом я приехал сюда, в Омск, поднял капот и понял, что он практически натянул капот на здоровенный двигатель. Вопрос, который, наверное, возникает у кого-то, кто пробовал это сделать. Все хорошо, охлаждать-то эту историю как? Потому что, на самом деле, мотор запихнуть можно. Много куда? Проблемы возникают, когда пытаются пристроить радиатор. Несколько раз сталкивался с тем, что именно вот радиатор становился точкой преткновения, из-за него приходилось все на какие-то компромиссы. А тут его просто нет. Вот так вот. Дальше. Коробка тут волговская. Передняя подвеска тоже волговская. Вот, кстати, интересный момент. Она не просто так такая. Во-первых, подвеску сделали именно такой автомобильной на двойных поперечных рычагах, чтобы это был именно автомобиль, а не выставочный экспонат для слетов и бёрнаутов на специально выделенных площадках. Теперь надо пойти назад, чтобы понять кое-что важное. Во-первых, есть одна очень крутая штука. Лючок. Дело в том, что от какого-то авиационного прибора взята вот эта штука. Это на самом деле напоминание, потому что мужик, который эту машину строил, он в прошлом был связан с авиацией. Авиация – это такой мир, где бывших не бывает. Ну, знаете, параллель, наверное, возникает, но это о другом. Просто самолёты, они обычно в сердце у человека. И если уже он один раз этим занялся, то потом всю жизнь будет вспоминать. Дальше. Открываем заднюю крышку и обнаруживаем здоровенный радиатор. Вот сюда его приладили. Я, опять же, по неопытности подумал, что он здесь стоит такой, и бедняга в одиночку охлаждает с помощью его Карлсона. Но оказалось, нет. Тут к нему подведён поток воздуха, очень даже напористый. В общем, всё сделано так, чтобы с охлаждением был полный порядок. Единственное, что какая-то сложная история с датчиками, потому что пока ещё он не работает идеально. В том плане, что ещё холодный мотор, а эта штука уже начинает вертеться. Но, опять-таки, это вот одна из тех мелочей, в котором ещё будут работать. Газелевский бак, ну, естественно, допиленный, перепиленный. Здесь, опять же, видны работы по кузову. Ну, о них можно догадаться, даже не заглядывая в багажник, по той причине, что у москвича филейная часть намного скромнее. А здесь она в такой американской стилистике увеличена. И самое прикольное приподнята. Лично мне крайне по сердцу, что вот тут рессоры прям практически до заднего бампера продолжаются, потому что машина такой мощный, агрессивный вид. Поднятая корма, опущенный перед, такой клиновидный силуэт. Это очень круто. Ну, на самом деле, это я, знаете, такой самый-самый общий экскурс провёл. А, ну только мотоциклетные зеркала, как водится на таких штуках. На самом деле, с меня всё. Теперь, пожалуй, что нужно позвать сюда человека, который его построил. И вот он кое-что интересное нам расскажет. Маленькая рекламная вставочка, ребята. Возможно, вы помните этот хот-род из Волгограда, который я снимал где-то год назад. Согласитесь, это была очень яркая машина. Её стоило увековечить. Но не только в форме видео, но и в форме графического изображения. И это, представьте, было сделано. Целая картина в моей личной коллекции есть вот в такой рамочке. Машина нарисовала творческое объединение. Я бы сказал, Яна Искра, которая состоит из двух очаровательных человеков. Вот такая картина у меня дома. Но, если вы хотите такую же себе, не картину, а картинку, так сформулирую, то вы можете её обрести, обзаведясь футболочкой, ровно с таким хот-родом. Понимаете, изначально я думал, что на этих словах опущу картину, и на мне будет футболян как раз таким вот принтом. Но, к сожалению, мне надо на месяц уезжать по работе, а футболки ещё не пришли из печати. Их изображение сейчас появится на экране. Вы можете их заценить, зайти на мою страницу ВКонтакте, зайти на страницу моего сообщества ВКонтакте, или зайти на страницу сообщества Литраж, опять же, ВКонтакте. Все ссылки в описании. И заказать себе такую штуковину. Она стоит 1000 рублей. Там все истории с размерами будут указаны. Дополнительные условия. До 21 мая, не скажу, почему именно до этой даты. Она будет, пожалуй, что стоить не косарь, а пусть 900 рублей. Более того, у вас есть фишка. У вас появится такая футболка раньше, чем она появится у меня. А это, знаете ли, дорогого стоит. Теперь дальше к видосу. Знакомьтесь, это Геннадий. Это мужчина, который всю эту красоту построил. Сейчас я попробую из него выдавить как можно больше интересных нюансов про его машину. Я не знаю, что тут интересного на самом деле. Ты, как человек, который ее строил, применял огромное количество всяких ухищрений. Рассказывай. Почему сложно это сделать? Сложно в плане поставить мотор. Капот у «Москвича» был намного шире. И по дизайну, когда я сделал капот уже, было, конечно, проблемно, чтобы все поместилось под узкий капот, чтобы не торчали свечи, чтобы не торчали какие-то агрегаты. Для этого пришлось, значит, генератор. Обычно он стоит или вот здесь, то есть он вылезет из капота, или его можно подвесить на подвеске. Опять же, это все нехорошо, некрасиво. Было принято решение, подсмотренное на одном американском хот-роде, вынесенное на кронштейне, генератор перевернутый в обратную сторону. И теперь он занял свое место спокойно. Это один из нюансов. Я так понимаю, уложиться вот в эту форму моторного отсека, тебе было сложно по целому ряду. Причина генератора только одна из них. Ну, в общем-то, да. А еще что? Опять же, здесь лонжероны имеют узлы крепления рулевого механизма. Значит, рулевой механизм убрать нельзя. Иначе нарушится управляемость. Что-то колхозить, это уже, опять же, ну, все-таки движение, есть движение. Сложно было выдержать зазоры между агрегатами, подвески, рулевого, все, чтобы все это влезло, чтобы это все не терлось. Поэтому двигатель был немножечко смещен относительно центра. И немножечко наклонен. Чуть-чуть. О, как! То есть этого толком, пока не знаешь, не заметишь, как говорится. Да, поэтому он не выставлен по уровню, все. Это ничего страшного. Тут цилиндры вообще под боком стоят. Из-за капота здесь стоял вот такой вот фильтр. Ого! Башня. Ну, умельцы, значит, нашли выход, делают переходник, и фильтр этот встать сюда. Но, опять же, у меня капот получился ниже, и этот фильтр у меня здесь уже тоже бы не стал. Поэтому было принято решение сделать переходник и вынести фильтр сюда. Очень конечно. На шлангах. Ну, эти шланги тоже временное явление. Здесь будут потом бронепровода, завальцованные, все нормально. Вот. Это как притирка. Опять же, насчет радиатора. Радиатор здесь не помещается, потому что двигатели многообъемные, требуют хорошего охлаждения. Поэтому радиатор был вынесен в багажное отделение. И теперь двигатель имеет нормальную температуру. Причем его не обдувает воздух горячий от радиатора, а обдувает свеженький холодный воздух. Мотор ты выбрал из идеологических соображений, я хочу построить на советских агрегатах, или это скорее вынужденная мера? На советских агрегатах. И из советских агрегатов такой доступный двигатель ГАЗ-53. Ну, ГАЗ-53 и линейка газовская. В-образная. Волговская передняя подвеска и лонжированные от нее же. Так, она работает как? Ее пришлось перенастраивать? Вес другой, распределение другой или не другой? Или как Волга? Перенастраивать ее не пришлось, потому что у Волги двигатель крепится к балке. У меня же двигатель весь за балкой. Поэтому здесь, в общем-то, и ход родинская тематика не ушла далеко. Ага, кстати, да. Просто там стоит плоский радиатор вот такой, он получается как будто бы, а у меня немножечко клином. Поэтому перенастраивать не пришлось. В принципе, здесь штатные пружины, штатные все рычаги, в общем, полностью. Можно в любом сервисе пойти настроить развал, схождение, кастер. Еще одна прикольная штука, которая у тебя есть, это приборы снаружи автомобиля. Я даже не знаю, могли и не заметить. Это не просто возвышение. Это крышка для приборного щитка. Потом за рулем посмотрим детальнее. Почему? Это вынужденная мера. И эта крышка сделана, вот эти две части, взятые от бензобака мотоцикла ИШ. Потому что у меня нет ни английских колес, ни специального оборудования. Поэтому какие-то загибы интересные мне приходится уже в голове продумывать и искать каких-то доноров. Поэтому эта крышка, она прячет отопитель. О! Это отопитель. Это приборы, которые на нем. Отопитель. И поскольку отопитель по-любому бы выглядывал из капота, чтобы уже все это правильно обыграть, были установлены приборы. Это решение, оно встречается, правильно у нас? Встречается, да, встречается. Так, хорошо. Ну, давай еще по твоим чутким руководствам заглянем в багажник, там тоже что-нибудь покажешь. Так, здесь, значит, рассказывай, что и как ты делал. Ну, вот тот самый радиатор. Радиатор штатные двигатели. А3307 от газона. Вот, установлен на заводском телевизоре на рамке, которая вварена в днище кузова, усилена. Поэтому тут все надежно. Вот и те же самые шланги, которые идут от двигателя. Это подача и обратка. Электровентилятор проверено. В принципе, его достаточно для охлаждения. Бензобак, расскажи, что ли? Ну, бензобак обыкновенный газельский, 60 литров. Он установлен на подиуме повыше. Почему? Потому что под ним проходит вырезанный пол, и под ним поступает воздух на охлаждение радиатора. Здесь еще ставится кожух пластмассовый. Он есть, он сделан, он стоял. И остается только вентилятор. У тебя мотор работает в паре с четырехступкой от Волги. Да. Срастить их между собой, вроде бы, как и достаточно легко. Все-таки один завод, но и есть нюансы. Вот расскажи. Вот поскольку это один завод, поэтому у них очень много всего такого, что друг другу подходит. Например, центровочное отверстие коробки идентично центровочному отверстию в колоколе двигателя. Расстояние первичного валика до подшипника, от посадочного места, точно такое же. Единственное несоответствие, это шлицы коробки передач и диск ГАЗ-53. Если ставить диск Волговский, он значительно меньше дискового сцепления. И получается, он буксует и не передает всю мощность на двигатель. Сейчас кооперативы выпускают, даже не кооператив при заводе, выпускают комбинированные диски сцепления. То есть основные идут корпусы от ГАЗ-53, ну, к примеру, ГАЗ-53, а середина идет Волговская. То есть заводского изготовления уже отбалансированные диски сцепления. Компания Триал. Давай эту штуку закроем. А вот теперь, ребята, коронный номер. Многие из вас спрашивают, как они ставят это на учет? А как же номера? А как же ездить, ведь это не зарегистрировать? Перед вами сейчас человек, который взялся не просто построить хот-род, но и сделать это машиной с законным путем полученными номерами. Но, чтобы была какая-то интрига, сейчас у нас та часть, в которой я покатаюсь на этом красавце, а потом вот для тех, кого тему интересует, дождитесь финальной части ролика, и там Геннадий расскажет, как все это делается, если умеючи. Он отправился в ГАИ вот буквально уже получать номера, и тут началось что-то странное. Ребят, все-таки есть одна важная вещь. Канал Чудо-техники с Георгием Беловым, он не только про машины, он и про людей тоже, потому что я этими людьми совершенно искренне восхищаюсь. Вот эта машина на 3 года старше человека, который превратил ее в такой вот любопытный хот-род. А этот человек на 20 лет старше меня, хотя я, знаете ли, не мальчик, мне 40 лет уже в следующем году, понимаете? То есть, в принципе, казалось бы, ну, по возрасту мы дедушками называем таких людей, по ощущениям, нет. Это очень такой бодрый, очень энергичный, очень рукодельный дядька, которому, да, уже почти 60. Он крутой, он молодец, понимаете? На таких людей надо равняться, надо стараться жить примерно так же. Даже если вас хот-родинг не волнует, просто в 60 лет не надо сидеть у телека с газетой, надо что-то придумывать, надо как-то, знаете, чувствовать себя живым. Вот учитесь у него. По-моему, это круто. Что до самой тачки? В ней что-то такое, знаете, свирепо-дрэкстерское есть, потому что перед низкий, перед ней колес поменьше, задние побольше, там внедорожные каточки, и она вот так вот стоит, таким, знаете, клином. Прям даже снаружи это видно, но внутри чувствуешь еще сильнее. Как бы ты смотришь сверху вниз на передок, это такое очень интересное, очень классное ощущение. Четырехступенчатая коробка здесь. Она, кстати говоря, работает неплохо, то есть какой-то там хруст присутствует, но бог с ним, это все можно довести до ума, а на этой машине хорошо подходит, потому что на первой, например, можно отжечь резину, если надо, а можно плавно тронуться, если надо, в зависимости от того, что тебе нужно. Ты переходишь на вторую, на третью, на четвертую, и, в общем, нормально перемещаешься по городу. То есть, вот я говорю, прикол машины-то в том, что дядька, который ее строил, он делал не просто хот-род, он делал еще и транспортное средство, машину, которой можно ездить. Вот это клево. Тут еще много всяких, знаете, деталюшек. Сейчас вот самое время про них рассказать, покуда стоим на светофорчике. Вот это от самолета, например, штука. Я даже не знаю, что она делает в самолете. Честно скажу, я даже не знаю, что она здесь делает, но выглядит круто. Это кнопка запуска двигателя с надписью стартер, потому что, действительно, стартер авиационный, опять же. То есть, если его нажать, то мотор запустится, но он и сейчас работает, поэтому показывать не буду. Вот эта панель сделана специально с затертостями. Более того, вот такие затертости, они будут по всей машине. То есть, она будет такой обшарпанной потом. Еще одна фишка. Вообще, мне дико понравилось. Это приборы, вынесенные наружу, за лобовое стекло. Они как бы на капоте находятся. Я сейчас сходу не упомню конкретные модели американских автомобилей, где было сделано точно так же, но вот это очень интересная и очень такая классная, яркая цитата. Вот это молодец он, что сделал именно так, а не иначе. Приборы снаружи супер. Воздушный фильтр снаружи тоже супер. Что до ощущения отъезда, я, честно скажу, один нюанс есть. Это тормоза, потому что пока что их не удалось настроить так, чтобы они были по-настоящему интуитивными. Я еду за машиной, которая меня снимает, и каждый раз, знаете, так немного страшно. То есть, ты их продавливаешь, сначала ничего не происходит, потом происходит резко. И вот именно прогнозировать динамику замедления не так просто, как, ну, например, мне бы того хотелось. Впрочем, Геннадий говорит, что он все допилит, и все будет хорошо и ровно. Я от чего-то ему верю. Спидометр из-за больших задних колес несколько преуменьшает реальную скорость. Ну, мы сейчас где-то 60, как в городе и положено, мчимся. Все как надо. Что касается тахометра, ну, короче, все это будет работать нормально в свое время, так же, как нормально работают все остальные датчики. В общем, машина, она еще пока не до конца допилена. Сами видите, вот здесь у нас картон, потому что здесь должна быть какая-то карта двери. Он же занимается регистрацией в ГАИ. Вот он сделал такую карту из картона. Вот. Постоянное решение появится позже. Равно как и в некоторых других местах тоже чувствуются еще такие строительные работы ведутся. Ну и нормально. Очень прикольная штука. Здесь это дворник. О, гляньте, как чистят. Я не знаю, видно или нет. Ау. Он расчищает такой треугольничек перед лицом водителя. Но это родная конструкция. То есть, как бы здесь так и должно быть. Это вообще даже по фэншую, я бы сказал. Зеркала скутерные. Но мотоциклетные зеркала, да, это в ход родинга решение ходовое. Малюсенькое центральное зеркало, это даже не столько по стилю, хотя и по стилю. Фишка в том, что это родное зеркало москвича. Вот таких размеров. Вообще здесь удобно, здесь просторно. И вот я, кстати, ловлю себя на мысли, что это, наверное, один из немногих ход родов, в которых я ощущаю себя, как именно в легковом автомобиле. Не в произведении искусства с мотором V8, назовем это так, а именно в автомобиле, на котором, да, можно ездить. Люк даже есть. Его можно было бы закрыть, сейчас этого делать не буду. Погода хорошая, надо наслаждаться. Октябрь в Омске, это не всегда было годинстве. Как бы то ни было. Мне очень понравилось, как эта тачка выглядит внешне. Потому что по фоткам у меня были сомнения, я увидел ее вживую, и это круто. Вот интересно, что это не такой, знаете, хот-род, хот-род, стопроцентная классика. Это следование одному из течений. В общем, дядька с чувством стиля, дядька с пониманием вопроса, дядька с руками. Честно, очень крутой мужик вот эту штуку соорудил. Я респект, респект таким людям. В таких машинах всегда есть какие-то мелочи, которые неплохо бы подделать. И это не исключение. Поэтому, скажем, да, передние крылья сильно вибрируют на ходу, но они держатся на двух точках крепления. Разумеется, владелец знает, что вот они как-то вибрируют, он что-нибудь изменит. У него уже есть задумки, все это будет сделано. Равно как и внешний вид, он еще обретет законченную форму. Но в этой машине хорошо то, что на данный момент она достаточно неплохо сделана, именно как автомобиль. Вот это та изюминка, которая в ней по-настоящему подкупает. Вот что меня здесь искренне прет, это вот форма клина. Поднятый зад такой, опущенный перед. Ты сидишь, так, знаешь, вот ощущение Дрэкстера, такое чисто породное, его не часто испытаешь, а в этой небольшой, казалось бы, компактной машинке, вот оно есть. То есть ощущение, что ты сейчас такой навалишь. Вот отпустишь газ, начнешь шлифовать, и потом бах. Ну, момента здесь хватает, и пошлифовать можно. Но это не гонка, конечно, но вот это Дрэкстерское чувство, вот вот это фишка, это я люблю, это мне нравится. Поворотники надо самому возвращать, я часто об этом забываю, и кому-то там чем-то мигаю. Это не совсем правильно, но буду исправляться. Со второй приятно трогается. Причем-то такое чувство классное, ты нажимаешь на газ, сначала как бы ничего, а потом, знаете, так дрожь, таким веером расходится по кузову. Это приятная дрожь здоровенного грузового V8. Это, знаете, очень правильное ощущение. Вентилятор, который у нас сзади в багажнике, между прочим, он включается таким вот тумблером. Сейчас он включен, сейчас на секунду, выключил его, допустим, а сейчас бах, включу обратно. Еще один тумблер, это управление климатической установкой. На самом деле, это печка, о, слышите, работает в первом режиме, теперь не работает, но, в общем, печка мне сейчас, слава богу, ни к чему, без нее можно. Так, мы на паркинг заруливаем. Хух, слушайте, это классная, интересная вещь, вне зависимости от того, что о ней думают эксперты из интернета. Это интересная машина, тут есть над чем поработать, хозяин поработает, я уверен, потому что работать он любит и умеет, и это будет вообще бомба, хотя бомба уже сейчас. Мне очень нравится форм-фактор и, скажем так, основа стилистического решения, которое здесь у нас реализовано, и нравится, что она удобно ездит, то есть никаких проблем. Сел, все, просто старая машина с механикой, никаких тебе косяков, никаких особенностей, сначала нажми, потом подожди, а потом дерни, ничего такого, она все работает. Хух, слушайте, мне понравилось, не знаю уж как вам, по мне это тема. Так, покатались, это было прекрасно, а теперь обещанная изюминка. Геннадий, ты взялся сделать невозможное, построить хот-роуд, который ты зарегистрируешь, поставишь на номера и сделаешь из него настоящий автомобиль. Как? Поправочка, не поставишь на номера, а прежде чем заняться переоборудованием, нужно машину поставить на учет, в том виде, в каком она есть, потому что, если машину ты попилишь, ты уже ее не поставишь на учет. Ну, может быть, где-то и можно, но это уже проблематично, это уже вне закона. Мы говорим о законных, так сказать, методах. Сначала покупается машина, регистрируется, получаются номера, и только потом уже можно что-то с ней делать. Чтобы что-то с ней сделать, нужно заранее уже иметь какой-то план постройки автомобиля, что ты хочешь сделать, в какой последовательности. Это все надо заранее продумать, потому что все работы, пройденные с автомобилем, будут подлежать регистрации через органы ГИБДД. Для этого делается, значит, какой-то план, что в какой последовательности, как это будет крепиться, какие агрегаты будут использоваться, какой двигатель, от чего мосты, какие размеры колес. Вот это все прописывается в документах. Отклонение в последней инстанции уже чревато. Заставит делать то, что ты заявил раньше. Давай поэтапно. Итак, у тебя когда-то был москвич, была идея, кому, куда, как, что ты писал, как ты делал поэтапно. Можешь рассказать? Это огромному количеству народу интересна. Рассказывай. Для начала, значит, машина была зарегистрирована, потом были сделаны какие-то определенные наброски, кто пойдет донором, как это будет соединяться, в какой последовательности, от чего рулевое. У меня, допустим, от Волги рулевая почему не стала, пришлось использовать от ВАЗ-2105, потому что там рулевой вал состоит из двух карданов. Он помог обойти двигатель. То есть это уже надо заранее продумать. Потом, значит, пишешь заявление ГИБДД, какие работы ты хочешь произвести. То есть поменять то, поменять это, переделать это, по кузову, по двигателю, по ходовой. ГИБДД рассматривает и дает заключение, возможно это или невозможно. Если они говорят возможно, значит, ты следующим шагом в организации, которая имеет сертификат, я, например, оформлял машину через НАМИ, НАМИ ПТИАФОНД. Как хорошо? Ну, НАМИ все знают, а ПТИАФОНД – это помощь технических инициатив автовладельцев. Есть у них свой сайт, там вся последовательность указана, надо просто следовать последовательности. Им, значит, высылаешь описание машины, какие-то наброски, какие-то чертежи, какие-то расчеты, если это все требуется. Фотографии можно назвать, видеоматериал. Ясно. Как у тебя с ними вообще общение проходило? Как бы идут на контакт, не идут, легко с ними просто, как вообще реагируют? Ну, раз с помощью автовладельцев, значит, уже идут на контакт. Раньше было где-то в лаборатории 3-4, когда я начинал делать, сейчас их что-то как грибов после дождя, очень много, но опять же нужно проверять их по базе данных, есть ли у них регистрация, есть ли у них сертификаты соответствующие и прочее, прочее, прочее. Потому что можно заплатить деньги и не получить ничего. Значит, с ними обговариваешь, высылаешь какие-то чертежи, вот это все, какие-то фотографии, наброски, может быть, какие-то вещи уже сделанные. Вот. Они делают свое заключение, что возможно это установка агрегата, невозможно. Если невозможно, они советуют, допустим, переделайте так, переделайте эдак, поставьте вот это. Ну, они уже руководствуются со всеми этими документами своими. Вот. Сколько времени у тебя уже заняло вот весь этот процесс и на каком этапе ты сейчас находишься? Тут еще важная такая вещь есть. Машину можно сделать двумя путями. Можно сделать самому, можно через какую-то организацию, которая, опять же, имеет сертификаты на выполнение определенных работ. Виды работ прописывает, опять же, это же самая испытательная лаборатория. Она смотрит, что ты хочешь сделать с машиной и какие работы должны быть сертифицированы. Допустим, установка какой-то электрики со снятием с автомобиля, все это, потому что замена, допустим, электрической части нужен сертификат. По тормозам, по двигателю, по кузовным работам. Потому что все должно быть сделано качественно, проверено, все специалистами. Скажем так, у меня есть диплом моториста, то есть получается сертифицированный специалист. Я могу эту работу сделать сам и написать декларацию, заявление о выполненных работах уже лично сам. Если я у меня такого, допустим, у меня авиационный диплом, он не проходит как автомобильный, значит, уже это должен делать человек, который это умеет делать. Хорошо, сейчас на каком этапе и когда планируешь уже «We are the champions»? Значит, недавно получено протокол, заключительный документ от НАМИ, протокол испытательной лаборатории, где они подтверждают, что все работы выполнены качественно, на должном уровне и машина может быть допущена для дорог общего пользования. Сейчас с этими документами нужно обратиться в ГИБДД и после него уже будут исправления в паспорте и в свидетельстве. С кем сложнее, с НАМИ или с ГАИ? С ГИБДД? Сказать трудно, в общем-то, больших контактов-то с ГАИ-ТОП и не происходит. Если удалось убедить их в своей правоте, что у тебя все нормально, что не влияет на безопасность дорожного движения, что ты не будешь помехой на дороге, почему нет? ГАИшники тоже люди. Ну что ж, интересная машинка у нас сегодня с вами была, хотя, как по мне, еще более интересным получился разговор с ее создателем, посвященный тому, как именно такую технику можно вывести на дороге общего пользования на законных основаниях. Я сам по этому поводу высказывался, я до сих пор не считаю, что та технология, которая у нас есть, безупречна, она, мягко говоря, не такова. Тем не менее, это возможно. Я надеюсь, что мой сегодняшний видос будет для кого-то не только интересным, но еще и полезным. С Геннадием мы попрощались на такой возвышенной оптимистической ноте, хотя в случае с Кобеселого то в результате было мало, потому что он отправился в ГАИ вот буквально уже получать номера и тут началось что-то странное. То начальник вот есть, или что ли в командировке, перенесли раз, потом два, три, а потом ему отказали. Да, 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 в регистрации. И потом какая-то была экспертиза, в ходе которой его комплект документов, который вроде всему соответствует, оказалось, что он не соответствует законодательству. И я так выражаюсь по той причине, что я не вдавался в вопрос глубоко. У меня для этого нет квалификации, я не читал документы, я не являюсь экспертом и не могу судить, кто прав, а кто виноват в этой ситуации. Но смотреть на нее со стороны я могу. И получается, что в общем и целом в этом конфликте с одной стороны 60-летний простой мужик из Омска, а с другой вся мочь государственная машина. Вот кто кого, как вы думаете в этой ситуации? Разумеется, Геннадий в конечном счете, к сожалению сломался. Видос пролежал у меня довольно долго и я в общем теперь уже знаю, чем вся эта история закончилась, а закончилась она ничем. Концовки, кстати, мы еще перейдем чуть попозже, но хотелось бы добавить. На мой взгляд, главная проблема, главный трагизм этой ситуации в том, что человек, у которого есть какая-то тяга к творчеству, он оказывается в ситуации, когда он вынужден долбиться головой о стену и никто на его стороне, кроме возможно родных и близких, не оказывается. запретить ему все что угодно государство может запросто и не имея денег для введения дел в суде, не имея какого-то ресурса, не имея моральных сил, в конце концов, большого запаса таких сил, добиться успеха невозможно. И понимаете, что лично меня расстраивает? Какие-нибудь умники сейчас напишут? Такое нельзя выпускать на дороге общего пользования. Ребята, мы живем в стране, где техосмотр, диагностическая карта, сейчас покупается за косарь, которым вы платите дополнительно косарную. Это общеизвестно. Если я попрошу привести вас какую-то статистику того, сколько ДТП инициировано хот-родами в России, там будет цифра около нуля, на мой взгляд. А если я спрошу, сколько людей, скажем, погибло в ДТП с участием блистательных, безупречных с инженерной точки зрения Порш, Каен, БМВ, седьмую серию, Мерседес, С-класс, эти истории на виду. Все те машины, они были в идеальном техническом состоянии. Просто мы каждый раз приходим к тому, что прокладка между рулем и сидением играет важнейшую роль человека, управляет машиной, не наоборот, во всяком случае, сейчас. И, в общем, все это, как бы, крайне, знаете, условный аргумент, потому что всегда можно найти нормальный компромиссный вариант, но для этого нужно одно единственное условие, чтобы тяга к творчеству воспринималась и государство в том числе, как вещь ценная, как вещь важная, как то, что нужно поддерживать, как то, чему нужно каким-то образом помогать. А сейчас это какое-то обстоятельство, которое мешает нормально жить органам, которые занимаются регистрацией транспортных средств. И все. Это такая некая помеха мелкая и не сказать, что бы слишком неприятная, потому что всех этих деятелей можно легко послать лесом. Вот это меня действительно искренне раздражает. Что касается машины, про которую был видос, в настоящий момент она продается. Геннадия Серебрянского можете найти в ВКонтакте и, в общем, если вам она интересна, глянуть ее там, задать им какие-то вопросы. Мне жалко, что так эта история закончилась. Мне хотелось увидеть хотя бы одну сказку, когда в России появляется хот-род, который является полноценной настоящей машиной. К сожалению, счастливой сказки пока не случилось. Вот так вот. В общем, если почему-то не подписались на канал до сих пор, немедленно тыркайте красную кнопку, подписывайтесь в Инстаграм. Кстати, там бывают фотки, которые я где-то вот случайно выхватываю по ходу жизни. Там есть любопытные вещи. ВКонтакт тоже подписывайтесь. В общем, все как обычно. Лайки, дизлайки, комментарии экспертов, конечно же. Все, счастливо.